Ребята, всем привет! Мы с Надей сейчас едем заниматься спортом. Да ладно, шучу, мы просто заедем в гости к Пума. У них там тренировка проходит. Зачекинемся там и поедем дальше тусоваться, делами заниматься. Я тут Наде сижу рассказываю о том, что у меня был сеанс с психологом, которому я заплатила 3 тысячи. И Надя говорит, и что? А могла бы мне заплатить 3 тысячи? Прикол в том, что мне так все говорят. И меня это просто вымораживает. Реально, мне все говорят, блин. У меня слова спрашивают, а что вообще было? О чем вы болтали? Что она тебе сказала? Что вообще как было? Я говорю, ну, я час ей рассказывала про свою жизнь. А потом она такая, ну вот у вас это то, что вы сейчас рассказали, да? Ну типа, у вас все в семье развелись, да? Я говорю, ну да. Она сказала, ну вот это поэтому. А я говорила о том, что я Наде рассказывала про первый мой сеанс. И мы угораем с того, что, ну это типа, можно реально пойти просто подруге то же самое рассказать. А, вот что я хотела сказать. Типа, ты хочешь замуж? И типа, психолог тебе сказал, что ты хочешь замуж потому, что у тебя типа все развелись. Я тоже хочу замуж, но у меня никто не разводился. У меня все бабушки, все прабабушки, все, ну, родители, они не разводились. Вот объясните мне. Блин, ну знаешь, может быть, у тебя другое желание. Вот у тебя желание именно потому, что вот ты смотрела на всех своих родных, и ты хочешь тоже такую крепкую семью. А я... Ты психолог, что ли? А я смотрела и переживала, что все разводятся. Я хочу свою, ну, крепкую семью, чтобы никто не разводился. Ну тоже типа, странный момент. Я просто никогда не понимала тоже смысла психолога. Типа, а чё, он просто типа слушает меня и как бы, ну, задает мне какие-то вопросы. Психолог просто тебе говорит то, что ты хочешь услышать. Типа, когда ты приходишь и говоришь, блин, у меня проблемы, я там, я считаю, что я страшная. Он тебе скажет, он тебя послушает, скажет, ну, все люди разные. Каким родился, таким и пригодился. И ты такой, всё, типа, а, класс. У меня был один только сеанс вот такой вот. Слава богу. Реально, с подружкой болтать и ей за эти денежки перечислять, за то, что я послушала. Нет, а самое главное, что, типа, вот я сказала Юле, что, возможно, он тебя даже сидит и не слушает, этот психолог. Он просто, он может, ну, как бы, он делает вид, что он тебя слушает, а сам сидит там и думает, так, сейчас приду домой, ну, там, приготовить борщ. Так, вчера пельмени ела. Да, вчера что было, так, ну, сегодня надо что-то другое приготовить. Юль говорит, нет, ну, типа, он же слушает. Просто вот есть такая фигня, как эмоциональное выгорание. Это абсолютно во всех специальностях, которые работают с людьми, типа, учитель, врач, там, короче, все. Ну, понятно. В том же магазине продавщица, у него, может быть, от того, что ты будешь сидеть, вот, вот есть, например, врач-онколог. У него кто к нему приходит, там, 95% больных, у которых реально онкология, которые мучаются, которые, у которых все болит. И они об этом, о всем рассказывают. И человек просто от таких негативных эмоций, если он не может от них как-то абстрагироваться, он сам будет мучиться от этого. Ну да, и сам. Это неприятно. И то же самое психолог. К психологу от хорошего чего-то не идут. Рассказывают о своих проблемах преимущественно. Зачем ему это? Она сидит, так, так, что он сказал? Да, прикинь, обращаться. Замуж хочет, так, родители все развелись. А, все, вы хотите замуж, потому что у вас все развелись, все. Ну, вот это психолог. Прикиньте обращаться к психологу, когда у тебя все хорошо. Они за это деньги платить. У меня просто мозг сорвался. Здравствуйте, можно я вам заплачу деньги за то, что расскажу? Блин, я похудела. Кстати, кстати, это не смешно. Есть такие люди, у которых просто нет друзей, подружек, которым они не могут похвастаться. Или вот еще такая фигня. И это тоже психологам рассказывают, думаешь? Ну, если у тебя, например, бабок попой кушай, ты просто пошла, отдала ему. Вот, послушайте меня, ты с ней как с подружкой. Бывают такие люди, которым реально... Ну да, да нет, много таких, у кого нет друзей реально. Им просто хочется выговориться, хочется кому-то похвалиться. И вот я еще хочу сказать, что многие такие люди, они могут не со зла, даже они сами этого не хотят, они могут завидовать кому-то. Даже там у тебя есть лучшая подружка. Она будет это делать не со зла, но ты ей что-нибудь расскажешь, типа, ой, я так похудела, типа, так классно. А, типа, человеку, которому платишь, он не будет завидовать? Ну, ему все равно, он, нет, никто тебе. Я говорю, он, скорее всего... Ну, смотря, что ты ему рассказываешь. Да он даже тебя слушать не будет, Юля, я тебе говорю. А, я еще, знаешь, что я хотела рассказать? Я видела как-то программу, это вообще угар. Оказывается, существует... Ну, я не знаю, это, наверное, не профессия, но я видела передачу про какую-то богачку, которая наняла себе какую-то, типа, подружку, которая будет ходить с ней по магазинам и все хвалить. Это вообще угар. Да. Это просто угар, типа, прикиньте, я, ну, просто какой-то чувихе плачу деньги, мы приходим в магазин, я меряю, говорю, ну, как тебе, Ален? Она такая, ты просто изумительная, ты такая красивая. Я говорю, ты думаешь, не идет? Она такая, да, ты лучше всем. Я так никогда просто не скажу, я буду честна. Да, Надя, можешь сказать, фу, говно какое-то, сними это. Ну, короче, да, ну, не, мне так больше нравится. Нет, ну, а зачем, зачем я буду говорить что-то такое? Ну, да, я же тебе не плачу. Да, если бы ты не платила, я бы тебе говорю, Юль, ты такая классная, я же, это так здорово, идеальный человек. Ну, короче, это угар, да, и, в общем, мы тут сидим, болтаем. Это норма. Нет, я просто мама психолога, она говорит, это, 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 так, так. Это, это, Господь, Господь. Иисус Христос. Ребят, если кто-то из моих подписчиков вдруг психолог учится, не обижайтесь, пожалуйста, они нужны, психологи нужны, к нему обращаются. Нет, я не говорю, что они не нужны. Это просто такое чисто, ну, типа, мы не понимаем для себя, для чего нам, например, психолог нужен. Ну, окей, я опять же могу сказать, чтобы меня опять не захейтили все, это, это мое мнение, и, как бы, ну, так, ну, мама психолог, и мы... Ты можешь вообще что угодно говорить, по сути, про психологов, учитывая, что я не могу ничего говорить про психологов, но это мое мнение сформировано на ее опыте, так сказать. Прикольно. Вот и все. Вот у меня никогда не было мысли, вот у меня бывают такие ситуации, реально, даже когда я в универе училась, у меня был такой момент, что у меня просто, наверное, хотелось... Спереди, к тебе, на полосу. Спасибо. Хотелось пойти там, броситься, реально, под поезд в метро, и я такая, блин, я не, ну, я даже не подумала, что, ой, надо пойти к психологу, он точно разрулит мою ситуацию. Нет, во-первых, со своими проблемами, кроме тебя самого, никто не справится, это нужно понимать, а во-вторых, если у тебя есть такой человек, у меня, слава богу, есть несколько таких подружек, которым я могу все рассказать, вообще все, и они... Ну, да не переживай, все будет хорошо, это поддержка, это только поддержка, все, ну, да, которая просто сделает тебя сильнее, как бы... Впереди камера в разъек. Если бы я сама там никому ничего не рассказала, меня бы никто не поддерживал, я, по-моему, может быть, сопли распускала еще дольше, ну, а так-то, по сути, я же справилась с этой проблемой сама, никто за меня ничего не сделает. Да, просто у меня как было вообще, то, что я и так знаю, по сути, все свои проблемы, какие-то там, да, из-за чего я хочу того, из-за чего у меня не получается это, ну, как мне кажется. Но когда я пообщалась с психологом, точнее, как пообщалась, я просто все рассказала и слушала саму себя. То есть, по сути, я понимаю, что с таким же успехом я могла бы рассказать и тебе все то же самое, хотя ты и так все это знаешь, но просто вот, когда ты целый час селишь и рассказываешь, и если человек тебя... Я все-таки думаю, что она меня слушала, вот хоть и вей, потому что... Не, ну ты не можешь, общаясь с человеком, вообще ничего не слышать. Ну, конечно. Нет, вот есть понятие слышать и слушать. Слышать — это можно думать о своем и что-то там... Блин, ну ведь это же ее работа, по сути. В какой-то момент я замолкала, да, уже все рассказала, даже не знаю, что в голову прийти, она мне задавала какие-то вопросы. Она у меня говорила, вот вы сейчас рассказали, что вот это и вот это, а что вы, как вы думаете, вы тогда могли чувствовать или что-то... Ну, короче, типа, это просто пример. И, ну, исходя из этих ее вопросов и ответов, я делала вывод, что она все-таки слушает, типа, что я ей говорю. Ну, я тебе говорю, она же не может вообще ничего не слышать, вот вообще. Ну, да. Просто прикол в том, что вот она мне задала, точнее, даже не задала вопросы какие-то, да, она просто повторила то же самое, что я ей сказала, но она вырвала это из контекста, и когда она мне это сказала, я подумала... Блин, я об этом так не думала. Ну, и типа, как будто бы еще один какой-то вопрос для меня становится более разрешенным. Типа, пазл собирается, я такая, а, ну, это, наверное, еще и поэтому, тогда что я вообще парюсь? Ну, короче, фиг знает, я думаю, что понятно, к психологу обращаются с разными проблемами, это у меня большая проблема, я хочу за душу, это очень тупо. Ну, обратилась я с этим вопросом, я уже рассказывала, кстати, в своем видео тоже, почему, ну, типа, я обратилась именно с этим вопросом, потому что в реале я не хочу сейчас этого, но внутри меня что-то терзает, типа, почему я до сих пор не вышла замуж, и почему у меня до сих пор нет детей. Ну, то есть, вот странное какое-то ощущение, и мне кажется, что как будто бы я что-то упускаю в своей жизни, хотя на самом деле это не так. Ну, короче, из-за этого я и пошла к психологу. Ну, один раз пообщалась с ней, и все, три тысячи выкинула. Главная проблема тут три тысячи, даже помощи никакой, по сути, не было. Ну, да, ну, нет, кстати, вот учиться на психолога зачем? Чтобы правильно задавать какие-то вопросики, это тоже, кстати, не так просто. Да, это вот, кстати, да, вот на самом деле я даже Славе рассказывала. В том, что, прости, что перебила, типа, то, что она тебе должна чем-то офигеть, как помочь, и там, выпустить тебя замуж, найти тебе мужа, просто правильно поддерживать этот разговор, так, чтобы ты доверился человеку, ну, можно же тоже по-разному, да? Да, но мне кажется, что еще ее задача, ну, и там, психолога, мне кажется, задача еще в том, чтобы он подвел меня к тому, чтобы я что-то осознала сама. Да, сделать свои выводы, но это то же самое, типа, ты должен просто все выговорить. И типа принять, знаешь, как будто бы принять какую-то информацию, осознать ее, вот, ну, ну, короче, фиг знает, ребят, кто из вас психологи, кто учится, напишите, пожалуйста, что вы думаете, вообще, в чем смысл, да? Да, может, мы что-то не понимаем. Потому что реально, ну, типа, чтобы прям классно понимать, мне кажется, это нужно либо отучиться на психолога, чтобы точно уже рассказывать, что куда, либо это очень много ходить к психологу, именно заниматься сеансом. Ну, у нас как бы такого не было, у Нади, мама, психолог по образованию, у меня был один сеанс, но мы все равно как бы ничего еще не поняли. Ну, это типа дополнительный, у меня так-то учитель. Не знаю, у меня просто тоже же был курс психологии в универе, и все, что там, ну, как бы было, это просто найти правильный психологический подход к каждому пациенту. Ну, это понятно, что если у меня пришла там истеричная тетка, я не буду на нее тоже орать, а как-то я бы пытаюсь успокоить. В этом и суть, ну, найти подход к каждому человеку, чтобы он тебе доверился, чтобы он тебе выговорился. И из того, что ты сама выговоришь себе, ты же это сама слышишь, и сама делаешь выводы какие-то, может быть. Ты можешь сейчас поговорить, что такая думаешь, блин, что, а что, плохой момент? Может, я и не очень-то и хочу, может, мне и не надо сейчас. Ну, короче, а вообще вот если есть прям какие-то проблемы такие прям жесткие, ну, вы будете замуж, это вообще не проблема, это просто моя проблема, как всегда. Да не, у меня просто, как всегда, знаешь, у людей, ну, типа, куча других проблем, типа, жесть, у меня проблемы, не знаю, какой цвет лака сделать, но на самом деле у всех свои проблемы, это нужно понимать. И просто те проблемы, которые какие-то там личные, семейные, глубокие, еще что-то, ну, я их как бы не выношу на всеобщее обозрение, потому что, ну, это не только, там, мои, скажем так, проблемы, но и, допустим, всех моих, там, близких, ну, грубо говоря, это я так. Просто я вот что хочу сказать, если прям реально какая-то жесткая проблема, можно, можно просто хотеть замуж, вот, типа, мне сейчас 20, сколько, 23 года, 24 будет. Ну, я, ну, да, ну, хочется, но я понимаю, что это не критично, типа, ну, если я там буду ухаживать за собой и все такое, я могу вполне привлекательной остаться там лет до 35. То есть у меня еще ничего не потеряно, а когда уже человеку там, допустим, он понимает, что он как-то не так выглядит, что все время потеряно, он там упустил это время, и у него уже начинаются какие-то там глубокие психические нарушения, то, что надо понимать, что это не психолог, а психиатр. Просто, просто не все люди могут трезво оценить, они идут к психологу, психологам не помогает, и в итоге так можно с ума сойти, там, до самоубийства дойти. Жесть, но мы не рекомендуем. Да, мы не рекомендуем. Просто нет, психолог, я не знаю, как это у нас только в стране такое, ты, типа, пошел к психологу, рассказал, что, типа, ну, опять же, мой пример, я бы могла пойти сказать, блин, у меня там, не знаю, у меня депрессия, депрессия, это считается уже, психиатрический диагноз, с которым ты можешь даже, тебя могут уложить спокойно в психушку, а тебя один раз положили в психушку, даже поставили диагноз, все, ты на учете в ПНД стоишь, и у тебя все пути просто закрыты. И поэтому люди, может быть, боятся куда-то идти, да, и заканчивается все психологами, которые, по сути, так уж сильно-то и не помогут. Да, они могут успокоить, но это при условии, что у человека реально нормальное психическое здоровье, а если у него уже начинаются какие-то сдвиги, то это все можно упустить пациента. Так что пишите в комменты, интересно будет почитать ваше мнение. Не загоняйтесь, ребят. Да, главное, ну, без негатива мы просто, ну, рассуждаем, болтаем, типа, никого не обижаем. Это только наше мнение. Да, да. Это не значит, что мы его навязываем. Нет, не навязываем. И вообще мы ко всем хорошо относимся и всех любим. Просто интересная тема. Тут у меня очень много всяких психологических тем поднималось за последний месяц, и... Ну, и пока вот эта тема у меня в голове, рассуждать об этом. Так, ну вот мы уже подъезжаем к Москва-Сити, там будет тренировочка. Пока точно не знаю где. Сейчас будем ориентироваться, когда приедем. Стоим в пробке, едем очень долго. Тренировка должна... Точнее, она началась в 10.30, получается. Ну, или сбор там гостей, скажем так. А я буду там только в 12.20. Мы уже зашли внутрь. Ума. Что тут за движ? Нифига. Тут движ же. Так, ребят, вот такая здесь атмосфера. Вот такая форма. Как вам? Она очень прикольная. Такой материал необычный, как будто бы кожа какой-то... Какой-то рептилии. Вау. Сзади меня проходит тренировка. Как и всегда в моей жизни. Итак, ребят, вот мне потонировали волосы. Сделали темнее. Знаете, я на вас не сержусь, не злюсь. В любом случае, спасибо вам даже за какие-то негативные комментарии. Все равно спасибо, что вы посмотрели этот влог. Ну, тот, да. Даже если написали какой-то негатив, все равно это ваше мнение. Ваши потраченные минуты какие-то. Часы, возможно, даже. Поэтому все нормально, ребята. Просто хотелось сказать, что я не буду оправдываться, типа, что я не часто себе что-то такое покупаю. Я думаю, что тем, кто надо, те и так знают, что я максимально стараюсь всегда помогать своей семье и делать все для близких, для родных. И не так уж и часто как-то сильно радую себя. Поэтому, ну, как мне кажется, не знаю. Может быть, я ошибаюсь, не знаю. Мы сейчас поедем в Ашан закупаться чем-то, что-нибудь смотреть. Продукты, не продукты, какие-то штучки. Мне все под предыдущим влогом посоветовали как раз, кстати, тоже, по-моему, в Ашане посмотреть. Мне нужна вот эта штучка, крутилка для перца. Поняла? Как там называете? Я опять забыла. А, мельница. Да. Вот. Крутилка для перца. Ну как? Нам сейчас ставить перец и крутить его на ней. Блин, причем я говорю, ребят, как вот эту штуку, где ее купить, я не знаю. И какая-то девочка написала, о боже, типа, не знаешь, где купить. Так странно, реально. Вот просто ко всему люди придираются. Шок. У меня было очень много раз желания ответить людям, которые написали какой-то негатив. Ну как негатив? Типа, ой, да-да, такая ты прям, ага, конечно, ты, вонючка. Я думаю, блин, ну что такое? Что я вам плохого сделала, реально? Короче, я все еще в шоке с людей, которые пишут негатив. Знаете, мне кажется, уже настолько у меня все добрые стали, лояльные. А тут просто ко всему придираются. Девочка пишет, типа, часы, как для десятилетнего. Позор. Те, которые я подарила моему брату. Ну, типа, блин, мне кажется, что вот это просто несчастные люди. Вот что такого? Я не понимаю. Брат сам такие попросил. Да, он попросил яркие. Я даже в этом видосе сказала, что он попросил яркие. Ему, кстати, очень понравились эти часы. Они молодежные, они яркие. И стоят, блин, дохерища денег. Десятилетнему ребенку такие часы точно покупать не будут. Ну, короче, суть не в этом, а в том, что будьте добрее. Взяла корзинку на всякий случай, чтобы что-нибудь по мелочи захватить. Как всегда. О, маски, кстати. Надо бы взять. Что у нас? Они так быстро кончаются. Помню, когда их нигде не было, ничего не было. Они стоили огромных денег, просто сумасшедших. А я с тобой. Короче, я держу себя в руках. Каждый раз на какой-то неприятный комментарий я начинаю писать комментарий. Тоже неприятный. Начинаю писать огромное письмо. Типа, ты конченная, твоя жизнь позор. Типа, хватит завидовать, иди, блин, убейся об стену. Потом я это стираю и выдыхаю. Таким образом я постараюсь посылать, знаете, такой сигнал в космос. Типа, я это отправила, я высказалась. Но я в итоге это не отправляю. Хотя некоторым я все-таки отправляю, когда я думаю... Это тоже, кстати, психологический приемчик. Когда написал, но не отправил? Да, типа высказался, но не стал отправлять. О, вкусняшки. Ребят, вы даете своим собачкам такие вкусняшки? Мы даем. Вивы очень любят то такое легкое, говяжье. Да, Вивы тоже очень любят. Не обожают их. Не знаю. Ухо тоже мы брали. У меня всегда так хочется, чтобы взять такую косую, знаешь, но она же маленькая. Такой, блин, как она сама. Нос я как-то вот такой брала. Телячий. Но она его так полизала пару раз и все. Что тут еще есть вкусненького? Вкусненького. Вот я беру такие, только которые обмотанные всякой фигней. И она их любит. Так что, короче, ребята, просто будьте добрее. Зачем этот негатив? Ну так неприятно. Зачем вы портите мне настроение? Что я вам плохого сделала? Я не понимаю. А что касается по поводу того, что я очень долго рассказывала про психологические моменты, всякие отношения, психологию. Когда я это рассказывала, мне все, я вам клянусь, мне писали в директ. Блин, как здорово. Все были во внимании. Ну, может, не все, но те, кто мне отвечали, всем интересно было. Всем было классно. А потом уже в какой-то момент, видимо, людям надоело, что я такое рассказываю. И просто уже в этот момент начали. Писать, типа, ну все уже, ну хватит. Курсы вот эти, все такое. Знаете, я, типа, никогда никого не принуждаю ни к чему. Я никого не заставляю как-то это сильно внимательно слушать даже. Я не знаю, покупать что-то. Просто, ну не нравится, ну пиши, блин, мне неинтересно, если честно. Зачем негатив какой-то писать? Кто-то мне писал, типа, пролистываю все твои истории вот эти, потому что, ну, блин, неинтересно. И все. И в этот момент, когда мне так начали писать, я подумала, ну ладно, все, неинтересно, значит, не буду это больше делать. Вот и все. Все. Всегда все можно решить по-доброму. Без всяких каких-то негативных комментариев. Если я вас обидела чем-то, если я вынесла ваш мозг всякими штуками, то простите, правда. Просто сначала всем это нравилось, потом нет. Главное, что я услышала вас и перестала это делать. Почему никто не ценит это? Почему все, ну, обращают внимание только на какие-то вещи, которые мне приятны были? Почему никто не может сказать, блин, спасибо, что перестала? Ну, твою мать. Ладно, может быть, я многого от вас прошу. Просто кайфуйте и не расстраивайтесь никогда. И будьте кайфовыми. И будьте кайфовыми, да. Ребята, я показываю вам то, что пришло с эко-маркета. Стейки мои любимые. Просто сразу четыре штуки заказала, чтобы постоянно были стейк. И семги очень вкусные. Ну, в принципе, как и мясо. Огурцы малосольные. Смотрите, что взяла. Это приправа для курицы и мяса. Это для рыбы. Чесоночный соус. Но я такое не люблю. Это Слава любит. Перец, орешки, капуста маринованная. Тоже очень нравятся. Огурцы, помидоры, лук, абрикосы, мандарины, лимон. Сыр сулугуни. Конечно же. Так что вот. Кстати, ребят, если вы хотите получить скидку на продукты в эко-маркет, по моему промо-коду можете ее получить. Поэтому скорее переходите в описании и заказывайте по моей ссылке, используя мой промо-код. Это так круто, что я могу их дома жарить теперь. Намного дешевле, чем в ресторане. И вообще кайф. Просто я в восторге. Всем привет, ребят. Новый день. И в этом влоге будет всего лишь два дня. Просто вчера я уже устала и ничего не снимала. И, в принципе, ничего интересного вчера не было. Чё, я приехала домой. Даже ничего не готовила. Только заказала еду из эко-маркета, чтобы сегодня приготовить. Потому что вчера уже не было сил. Но плюс ко всему было уже поздно для каких-то готовок. Сегодня суббота. И сегодня у меня такой домашний день. Утро моё началось не очень, потому что, как всегда, у меня каждый день стоят будильники на 10.30. И я каждый день, как мы вернулись из Турции, просыпаюсь в 10.30, иногда в 10, иногда в 11.00. Но, типа, не сильно позже. И вот сегодня я такая подумала, ну ладно, пофигу. Встану в 11.30. Поставила себе будильник. Ну, я думаю, ладно, устрою себе выходной. Просто побольше посплю, поваляюсь. И в итоге, когда я проснулась от будильника, у меня очень сильно болела голова. Мне кто-то написал в Инстаграме, в Директ, почему у тебя так часто болит голова. Я не знаю, но я подозреваю, что это из-за погоды. Потому что обычно у меня голова болит из-за погоды. В принципе, всё. Ну, только если я, там, типа, может быть, выпью вина. И... или будет какая-то туса. Или на следующее утро у меня может болеть голова. Но самое интересное, что вчера я ничего не пила. Вчера не было никаких тусов. Вчера я просто устала, не выспалась. Прищемила себе палец. Ужасно, где он там? Вот. Это было просто кошмар. Вы, наверное, думаете, а, ну, подумаешь, просто царапина. Короче, суть в том, что я взяла зонтик, пыталась его закрыть. И зонтик прям вот так вот взял. И мне просто кусок кожи оторвал. И самое интересное, что, по сути, она должна была оторваться или что-то такое. Но я её прижала, завязала какой-то салфеткой. Ходила так полдня. И в итоге эта кожа просто приклеилась обратно. И, видимо, заживает. Не знаю что. Но я надеюсь, что, когда заживёт, всё это отвалится просто как сухая кожа. Потому что мне страшно. Вот. Прищемила вчера палец. Очень расстроилась из-за этого. Потому что было жутко больно. И сейчас тоже больно. И самое интересное, что это мой рабочий палец. Казалось бы, может быть, вот это должен быть или вот этот. Но нет. Когда я фотки в фотошопе, ещё что-то, я почему-то не вот этим делаю пальцем. А вот этим часто. Вот так вот. Типа, знаете, приблизить. Ещё что-то. Вот так вот. Почему-то вот не этим, а вот именно вот этим листать мне удобнее. Ну, короче, ей постоянно болит. Отстой. У меня будильник встал на 11.30. 11.36 и 11.40. И в итоге, получается, в 11.30 я проснулась. У меня болела голова. Я выключила будильник. Потом на протяжении где-то часа я постоянно выключала будильники. Потому что я такая. Ну, теперь я не могу просто сразу выключить будильник и лечь спать и забить. Или просто сразу выключить будильник и встать собираться. Мне нужно, чтобы дофигища будильников меня будили и не давали мне и не поспать. И я при этом не вставала. В общем, кошмар, тупизна. И когда я проснулась от будильника, у меня болела башка. Я подумала, блин, буду дальше спать, болит голова. Я просто подумала, что, может, если я ещё посплю, она пройдёт. Но в итоге в следующий раз я проснулась было уже около часа дня. То есть, ну, для меня это сразу удар. Потому что я только наладила свой режим, а тут я просыпаюсь в час дня. Ну, это значит, что завтра я поставлю себе будильник на 10.30. Неважно, во сколько я сегодня лягу спать. Потому что также хотела вам рассказать, что у меня прекратились мои всякие панические атаки. Ну, тревожность. Я не знаю, как это назвать. Прекратились. Я уже не пью таблетки, наверное, недели две. Вот. Ну, дней 10 точно я их не пью. И вот, как бы, слава богу, всё нормально. И я немножко удивлена то, что всё ок. Потому что, когда мы были в Турции, я два дня не пила таблетки. У меня опять было вот это состояние. И я подумала, блин, походу, я от них зависима, ещё что-то. Но в итоге сейчас как бы всё нормально. И знаете, о чём я подумала? У меня сейчас хороший режим. Неужели это связано с этим? Неужели мой организм, типа, не тревожится? И всё хорошо, потому что у меня хороший режим. Ну, как хороший? Может быть, я не в 8 встаю, но при этом, извините, муха. Но при этом я каждый день ложусь, ну, стараюсь до 2. Иногда в час получается, но в основном до 2. Типа, около 2 ночи засыпаю и встаю в 10.30. Ну, как бы, это норм. Знаете, учитывая раньше, как я ложилась в 7 утра и вставала там в 3, в 4. Ну, блин, это тяжело. Я понимаю, что сейчас реально, ну, невозможно так жить. Потому что сейчас ещё и темнеет раньше. И тогда я просто буду, вот как иногда я в такое время года живу просто постоянно в темноте. И это очень тяжело, потому что ты не видишь свет. Ты не можешь нормально, скажем так, работать. Потому что у тебя всегда ночь. И потому что, вот, например, даже я хочу пойти в центре погулять, пофоткаться. Уже темно. Я в итоге проснулась около часа дня. Пошла, выпила таблетку от головы. Ох, прям это первое, что я сделала. Даже не пошла ни чистить зубы, ничего. Я просто поняла, что всё, голова не пройдёт. Конечно, я расстроилась, когда увидела, что уже час. Потому что, ну, как я и сказала, я тут стараюсь режим наладить и как бы жить в этом режиме. И мне нравится то, что к 12, к 11 я уже накрашена, уже кофе попила, уже собралась, там поела и уже куда-то еду. Ну, типа, жизнь кипит. Мне нравится такой режим. И сегодня я планирую тусоваться дома. Единственное, что закончились пакеты мусорные. Хотела бы съездить в магазин их взять, купить лаваша, купить свежего. Но так неохота вообще никуда выходить сегодня. Точнее, вообще-то даже сегодня погода неплохая. И было бы классно выйти. Короче, я просто хочу сегодня поразбираться дома, выкинуть какого-то мусора, разобраться в вещах. Я не планировала себе такой день сегодня устраивать. Но я планировала, что просто останусь дома. А там уже по настроению, что захочу, то и буду делать. Я всё, продолжаю играться со своим отпаривателем. Блин, это реально так круто. Я уже говорила в своих видео, что я ненавижу гладить. Но эта штука такая интересная. Это для меня прям как игра какая-то, потому что мне хочется, чтобы всё было отглажено, отпарено. Сейчас я вам даже покажу постельное бельё. Короче, я вчера всё гладила, отпаривала. Но объясняю, в чём ситуация. Вот эту хрень я не могу отгладить вот так, потому что она очень большая. Здесь не очень большая доска. Да, у меня, конечно, есть большая, но мне будет проще сделать это, когда я уже постелю. Но я отпарила наволочки. Короче, всё сложила. В целом нормально так. Ну, это тоже... В любом случае, поверьте, вот то, как сейчас это выглядит, обычно всё выглядит намного хуже. Просто всё запихнуто туда, как не пойми что. И меня это бесит. Конечно, мне хочется, чтобы был порядок и чистота в доме во всём. Кто-то спрашивал, как там продвигаются дела по поводу ремонта в квартире. Продвигаются очень медленно. Ко мне приезжала замерщица девочка. Она ходила где-то час по квартире, задавала мне всякие вопросы, замеряла. Спрашивала, где что будет, где что я хочу видеть. Я ей всё рассказывала. Ну, также я ей говорила, что вот я типа хочу, чтобы здесь было что-то такое. Но, понятное дело, я жду каких-то вариантов от дизайнера. Вот, обсуждали, какие могут быть полы. Обсуждали всякие клёвые идеи, что вообще можно сделать в этой квартире. И если такое можно будет сделать, то мне придётся очень сильно заморачиваться. Идти в какие-то там те самые вещи стоящие, которые должны мне разрешить сломать стены. Я не думаю, что у меня получится. Нет, тут просто есть какие-то несущие, какие-то ненесущие стены. И вот те, которые не несущие, хотелось бы сломать к чертям собачьим, потому что тогда всё будет красиво. Самое интересное, что предложила девушка-замерщица, что, возможно, вот эти стены можно сломать и вообще убрать здесь дверь. И из этой комнаты сделать гостиную, объединённую с коридором. И это будет просто идеально, потому что тут такой большой коридор. И это так меня бесит. Он такой, знаете, не прямоугольный, не узкий, как, ну, часто бывает. Даже как здесь. Вот был бы такой же коридор, окей. А он получается такой, как отдельная маленькая комната. И вот если взять всё это пространство, здесь вообще могла бы быть какая-то, я не знаю, рабочая зона, гардероб. Но вместо этого тут просто ничего. Тут, блин, робот-пылесос. Картина, которая меня уже бесит. И там туалет Вивьены сбоку показывать не буду. И было бы очень классно, чтобы вот эти две были просто спальни. И из этой комнаты я бы сделала нашу спальню. Потому что здесь много места. Там можно сделать гардеробную. И вообще просто намутить всё классно. Здесь тоже такая типа спальня, рабочее место-тире. Ну, короче, это намного было бы прикольней, чем вот здесь гостиная. Потому что, ну, блин. Короче, я всё и объяснила, что мне тут половина чего не нравится. Диван очень много места занимает. И вообще вот эта штука тоже мне не нравится. Ну, она как бы нравится мне. Но, блин, пространство просто тупо расположено, тупо забито. Просто хочется, чтобы мне здесь было комфортно. Чтобы не было такого, что вот какое-то пространство свободное, но оно никак не задействовано в этой квартире. И оно просто стоит просто бессмысленное, пустое. Я не знаю, хочется, чтобы всё было вот прям идеально. Именно для этого как бы я и обратилась к дизайнеру, потому что я не могу сама придумать. И, кстати, в каком-то видео я говорила, блин, ну вообще так, вообще хочется это чисто по барту. Ну, что там стоит просто дизайн накидать, типа полчаса в компе посидеть. Блин, ребята, извините, пожалуйста. Я просто так высказалась. Ну, конечно, я понимаю, что люди на это учатся. Конечно, я понимаю, что это огромный труд, что это нужно вот иметь какой-то склад ума, чтобы уметь увидеть всё это. Я не могу. Я не могу, поэтому вот я забираю все свои слова обратно. Я понимаю, что это, блин, стоит денег, это работа, и на это люди учатся. Просто хотела сказать. Это, мне кажется, уже все забыли про эту тему, но просто лучше скажу, чем не буду рассказывать, что я всё-таки, конечно, была неправа. Просто мне всегда казалось, знаете, ну, блин, ну это типа как в Sims. Но я даже в Sims не могу идеально построить квартиру. О чём вообще речь? Про реальную жизнь. Кстати, нужно мыть окна. Итак, ребят, мои планы круто поменялись, потому что я, как всегда, придумала себе в голове какую-то идею, что я хочу разобраться в шкафу, но я не могу этого сделать, пока у меня нет каких-то контейнеров определённых. Поэтому сейчас поеду. Мне привезли сегодня костюм. Вот буквально только что. Не плащ, а костюм вот такой фисташкой. Единственное, что он не отпаренный, не глаженный, но я всё равно его надену, потому что я еду не фоткаться, не выображать, а просто в Леруа Мерлен. Поеду вместе с Надей. Слава только что уехал, у него сегодня урок. Кому интересно, кстати, кто хочет заниматься вокалом, то я оставлю ссылку на сайт Славы, и там вы можете посмотреть, сколько стоят уроки, всё такое. Можно онлайн, можно оффлайн заниматься, и также его инстаграм школы тоже оставлю. У него уже куча учеников, но места ещё есть, поэтому если вдруг вам интересно, если вы хотите научиться петь, заниматься вокалом, сбором, то очень рекомендую. Учитель он очень хороший, это правда, но учитывая, что он мой парень, мне с ним тяжело заниматься. Ну, потому что это уже личное такое начинается, типа, вот ты мне так говоришь, потому что ты меня не любишь. Вот так я нарядилась. На самом деле, ещё причина, по которой я хочу выйти из дома, потому что я хочу братья Караваевы, я опять подсела на бутеры. Идейка. Блин, что-то очень мятое, прям не нравится. Ладно. Короче, мы с Надюхой приехали, братья Караваева, и слава богу, есть бутер с индейкой, а то уже сейчас время 6 часов, и был варик, что он закончится. Бутер, обожаю. А ещё очень мало свободных мест, но я вижу одно, и я думаю, как бы мне его занять. Итак, вот мой обед получается. Завтракала я сегодня бутербродами с паштетиком, бутер индейка, капучино. Взяла 8 контейнеров, 4 больших, 4 маленьких. И когда приеду домой, мы с вами будем всё это разбирать, наводить порядок. Но мне кажется, мне всё равно мало контейнеров, господи. На самом деле, это удобно, потому что в случае там ремонта, переезда какого-нибудь, можно будет сразу контейнеры взять, знаете, а не кучу раз всё раскладывать. Я просто люблю, когда всё на своих местах. А, ещё вешалки взяла. Ну вот, как он костюмчик. Надо будет сегодня отбарить. Ну что ж, вот я и дома, да, Вивик? Папы до сих пор нет. Где он? А что ты меня не встречала, Вив? Ох, я ещё заехала в магазин за продуктами, но не за продуктами. У нас закончился чай в пакетиках. Что-то ещё. Мусорные пакеты. Хотела ещё взять наггетсы. Кстати, кто-то написал, что их вообще-то надо в микроволновке просто разогреть и всё. Я не представляю, что я полуфабрикаты вот эти, которые в морозилке храню, просто разогреваю в микроволновке. Наверное, так тоже едят, и так вкусно, но у меня прям бзик на эту тему. Я должна это пожарить, как будто бы это просто не до конца готовый продукт, а не то, что просто его разогреть в микроволновке. Для меня это то же самое, если бы я взяла сосиску, разогрела её в микроволновке, а не сварила, например. Извините, каждый ест так, как ему нравится, и готовит точно так же, как ему нравится. Я понимаю, что, скорее всего, наверное, да, вот эти вот наггетсы, которых у нас не осталось, нужно просто разогреть в микроволновке. Они, типа, уже готовые, но я так ни разу не пробовала и пробовать не хочу. Я их всегда жарю. Жутко устала, потому что вот это вот всё очень тяжёлое. В общем, четыре больших контейнера, ну как, средне-большие, да? Это не такой уж и большой размер. Четыре маленьких. Вот такую хрень купила, никогда не пользовалась, не пробовала. Хочется протестить. Ай, не хочу. Не сейчас. Вот, сегодня мне пришли вещи из вот этого магазина. Тут какая-то классная чёрная кожанка. И вот этот костюм. У них там костюмы в разных цветах, но мне очень захотелось именно вот такой фисташковый. Сейчас я немножко отдохну, потому что у меня жутко руки забились, пока я всё это тащила. А потом начну уже убираться, ещё скоро должен приехать Слава. Не знаю, правда, когда он мне ещё не ответил. Но сегодня я планирую сделать рыбу. И рыбу в духовке, на самом деле, это легко, поэтому это кайф. Потому что мне просто нужно всё подготовить с этой рыбой, положить её в духовку и оставить на минут сорок. И пусть она сама там своими делами занимается. Главное, чтобы фольга была. Потому что если мне сейчас не окажется фольги, я просто с дуба рухну. Есть. Фольга есть. Короче, вот здесь у нас самое тупое место. Это типа место для пакетов, для фольги. Отсюда мы берём мусорные пакеты. Бесит. Я там уже неоднократно разбиралась. А вот здесь у нас... А здесь у нас место для всяких этих лекарств и для вот этих пакетиков. И здесь тоже я постоянно разбираюсь. У меня есть отдельное место для лекарств. Посмотрите. Лекарства. Я сама это придумала. И я недавно разбиралась, выкинула все просроченные, навела тут красоту, порядок. О, боже! Знаете, что я поняла? Когда у меня будет ремонт на кухне, я хочу, чтобы у меня эти штуки были до потолка. Мне не нравится, что там свободное место. Да вообще все, любое свободное место мне не нравится. Мне нужно, чтобы все было забито, чтобы все было на своих местах. Я хочу разобраться во всех полках, во всех ящиках. И я только в них разбираюсь, но я понимаю, что просто я недостаточно выкидываю. Каждый раз я выкидываю какую-то часть хлама. Но каждый раз я понимаю, что нужно еще выкинуть, что-то еще выкинуть. А, и все, купила вешалки. Это я вам говорила. Короче, взяла чай, хотела взять лаваш, но его там не оказалось. Пришлось взять, типа, ну, короче, другой лаваш, не тонкий, а другой. Я устала. Буду сейчас сидеть, потому что у меня аж бок заболел. Итак, ребят, в итоге я даже ни минутки не отдохнула, как пришла. Я решила, что буду рыбу делать. Ну, в принципе, что тут делать? Я просто ее помыла, сейчас я ее специями всякими. Первый раз буду пробовать рыбу с такими специями. Не знаю, будет это вкусно или нет. Ну, надеюсь, что да. Надеюсь, это будет как в ресторане. Вот такие стейки. Смотрите, какой красивый. Вот такой подарочек у нас получился. Короче, я просто решила, что я лучше сейчас сразу подготовлю всю еду, потому что рыба будет делаться 40 минут. Я сейчас сразу порежу салат. Да, он немножко постоит, подождет, но зато все будет уже готово к тому, чтобы сесть и кушать. А пока будет рыба делаться, я буду как раз заниматься своими делами, так называемыми. Ну, разбирать вещи. Ну, я не знаю, честно говоря, вообще на что я рассчитываю, что я планирую сделать. Просто у меня на верхних полках очень много всего того, что мне не нужно. Бардак. Нужно его убрать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Итак, ребята, вот что у меня получилось. Немножко развалилось, поэтому я собирала эту рыбу по частям. Но главное, чтобы это было вкусно. Я ее уже пробовала, по вкусу вкусно. Вот, но я использовала такие специи. Честно говоря, мне кажется, что их недостаточно и нужно будет еще солить. Так что мы сейчас будем кушать. Мы покушали, сейчас я разбираюсь со всем хламом, открываю все, смотрю, что там вообще, потому что у меня уже просто, ну, тошнит от этих контейнеров. Но я не знаю уже, что с ними делать. Зачем мне столько контейнеров дома? Они везде. Они просто везде. Здесь тоже наверняка есть контейнеры. Нет? Удивительно. Сраные банки эти стеклянные. Зачем они мне? Я закончила на кухне. Сейчас 23.35. Фух. Ну что ж, вы готовы? Вы не видели, что было до, поэтому не будет такого эффекта вау, но здесь все было забито всякой фигней, контейнерами. Тут у нас тарелки стоят. Здесь тоже все было забито всякой фигней. Я вот так вот расставила. Там всякие термосы вот такие. Тут у меня стоит один бокал, другой в мойке. Здесь такие штучки для салатиков, для попкорна. Тут у нас всегда чашки, стаканы. Там очень много банок. Я не знаю, зачем мне столько банок. Я с ними попозже разберусь, увезу их на дачу, еще куда-то. Потому что это просто бред какой-то. Зачем мне банки? Здесь просто доски. Такая штучка. Далее. Специи. Масло для салата, соль, перец, морская соль. Эта штука пустая, была там с другой приправой. Это молотый перчик. Здесь вот так вот. Там мука и панировочные сухари, и каша какая-то. Дальше. Здесь вот что у нас. Раньше тут кофе был. Тоже какая-то чепуха. Там где-то опять какие-нибудь контейнеры были. Ну, короче, видите, больше стало свободного места. Так, здесь раньше стояло вот это. Стояло раньше вот здесь. Но теперь тут этого нет. Там, в принципе, все осталось так же, как и было. Миксер. Тут тоже свободное место. И такие милые черепашки. Так, здесь самое главное, основное место под кофемашинкой и чайником нашим. Все, что связано с чаями и так далее. Черный чай. Тут сыпчатый сахар пересыпал сегодня. Тут такой. Тут еще меньше. Тут зеленый. Тут кофе. Тут еще чаи внутри. Этот чай из Турции привезли. Специальный такой прикольный. Ну, там тоже, короче, какие-то чаи. Кофе растворимый. Здесь у меня гречка, макароны, другие макароны. Здесь тоже сахар был. Вот. Дальше. Здесь лекарство, в принципе, ничего не изменилось. Тут тоже были, по-моему, какие-то контейнеры. Я, короче, так, сюда это положила. Потому что обычно вот это все лежит у меня вот здесь. Сейчас я вам тоже покажу, как стало там. Ну, один душерак несчастный и там куча всякого и один контейнер. Здесь, в принципе, никогда ничего не меняется. Просто я порядок навожу. Чипсы. Всякие вкусняшки. Прошу вас, не думайте, что мы это съедаем быстро. Это просто, я не знаю, почему так много их накопилось. Видимо, настолько редко мы их едим. Клянусь, очень редко едим чипсы, хотя их очень много, поэтому, поэтому, наверное, их много, потому что редко едим. Попкорны, всякие орешки, кстати, из Экомаркета. Нравится очень вот так, что привозят. Но я пока еще не успела открыть, я еще старые, блин, не доела. Кошмар. А здесь уже все контейнеры. Тут контейнеры, банки и фартуки. И тут контейнеры. Их очень много. Я тоже буду от них избавляться, разбираться, потому что я не знаю, зачем столько. Внутри не каждого, но многих контейнеров еще контейнеры поменьше. Здесь у меня ничего интересного, ничего не изменилось. Вот эту муку надо было, кстати, убрать наверх. Ну ладно, пофиг. Здесь у меня две кастрюли стоят, мультиварка внизу и этот прокручивать фарш, как это называется. Так, показываю. Здесь у нас был мусор с пакетами. Все в пакетах было, я все разложила. Оказалось, что у нас столько мешков для мусора. Я сегодня купила три вот таких. Оказалось, что у нас вот, 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 вот. А все не видно было, потому что был мусор из всех пакетов. Я их все сложила, ну как все, связала. Ну, короче, вот. Здесь лекарства, в принципе, ничего не изменилось. У нас тут они всегда. А здесь, собственно говоря, вот. Ну, ложки, вилки. Такие какие-то приборчики, которыми чаще всего пользуюсь. И еще вот здесь я решила сюда убрать тоже кучу всякого хлама. во-первых, фольгу, то, что не часто пользуемся, свечки какие-то, еще что-то. Ну, короче, такое, что я не знаю, куда это девать. И вот такие вот прибамбасы, которыми мы редко пользуемся. Там я подумала, пусть они тут лежат. Ну, типа, знаете, они, вот, мелочь, которая не мешается мне вот здесь, потому что это обычно здесь лежало. Но, как бы, при этом всего теперь свое какое-то место. Ну, и, в принципе, все. Мне кажется, больше ничего такого интересного не изменилось. Я ужасно устала. Просто у меня отваливается спина. Вообще-то, я планировала сегодня заниматься вещами. Сейчас без 20-12. Я уже просто болюсь с ног. Хочу спать, отдыхать. Вот. Поужинали рыбкой. Уже все помылось, там моется. Посудомойка — это просто отвал всего. И получается, что я просто разобралась. Я тут ничего не мыла. Передвигаюсь в комнату, где как раз-таки буду заниматься сортировкой вещей. И в этот момент мы будем смотреть сериал. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, ребят, я нашла еще одно платье, которое срочно нужно разыграть. Итак, ребят, все, я разобралась наконец-таки в шкафу. Ну как? Еще много всего впереди меня ждет, но в целом разобралась. И то, что хотела, сейчас вам покажу. То, что хотела сделать. В общем, вот наверху два больших контейнера. На самом деле, так удобнее, потому что там вещи были в два ряда, и первый ряд закрывал второй ряд, получается. И нифига не видно было, что там. А я зато знаю, что тут куча штанов и джинсов, тут какие-то кофты, свитера. Ну, здесь, в принципе, то, чем мы каждый день пользуемся. Ну, понятно, что не все каждый день носим. Второй отсек. Наверху два больших контейнера. Я тоже знаю, что в них лежит. И отсюда понятно, в принципе. Тут две мои любимые сумки. Одна от Гуччи, другая от Майкл Корс. Черная, кожаная такая. Здесь два контейнера поменьше. С такими вещами, которые мы уже можем почаще попробовать надеть. И сюда притащила свою вот эту сумку, чтобы она здесь стояла не в коридоре, в шкафу. Потому что тенни, экспонаты. Я лучше их отсюда принесу, потому что я редко их как-то сильно меняю. Хотя вообще-то, а какого черта? Ну, здесь вещи, которые мы носим каждый день тоже. Видите? Все выглажено. Хотя вот этот костюм нужно будет отпарить тоже, в котором я сегодня была. И еще я очень долго пыталась погладить, отпарить эту рубашку. И она не берется. Просто не берется. Здесь два таких старые уже контейнера, типа коробки. Там просто много разной одежды. Тут два маленьких контейнера. Я в один положила туфли, которые чаще ношу. Вообще их очень редко ношу туфли, в принципе, но эти чаще. Здесь наши кеды со славой и кроссовки от Майкл Корс мои. Так что вот. Я думаю, что на сегодня это все, потому что я дико устала. Хотя мне так хочется продолжить разбираться дома. И еще очень много всего, что меня ждет, где нужно разобраться. Я каждый день, через день стараюсь хоть где-то что-то разобрать. Но сегодня я сделала огромное дело. Это вот то, что касается кухни. Сейчас я вам покажу, сколько мусора я собрала. Вот это вот все мусор. Один мусор уже выкинул слава. И это еще, я не говорю про банки, которые тоже нужно куда-то отвезти, на дачу отдать кому-то. Не знаю, в общем, эти банки. Так что вот такие вот дела. Я с вами прощаюсь на сегодня. Надеюсь, что вам понравился этот влог. Надеюсь, что я вас смотивировала убраться дома, разобраться в шкафу, еще что-то такое сделать полезненькое. И если вам понравился этот влог, то ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии. Мне безумно интересно будет почитать. Я все читаю, вы знаете. По-братски не пишите негатив. Хотя обычно, когда так говоришь, все начинают писать негатив. Короче. Ладно, надеюсь, что не будете. В общем, я вас сильно люблю. Целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok